Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! Евангелие от Иоанна 6, 53 Иисус сказал им, истинно истинно говорю вам, «Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». Вот еще-то какой-то вчера смотрел, вот это надо посмотреть будет, что чипы сами себе ставят люди, что это удобно очень для них. Руку подставил, отсчитывает, не надо ни деньги, ничего, никакого антихриста нету. Просто так им выгодно, и все, больше ничего нету. Запомирали. Душой-то не занимаются, и все. Я как вижу, вот эти вот, которые свихнутые на этих, на разных чипах, это все разведенные, ни одного еще не видел, нормально, чтобы жил. Почему? Ну, потому. Не могли совладать с женой подкаблучники. Это за 4 января 2018 года. Анастасия Арифки пишет. «Мир вам, Игнатий Тихонович, меня смущают слова одной молитвы. Пресвятая Богородица, спаси нас». Я неправильно понимаю смысл этих слов. Ведь спасение – это прерогатива Божия. Человекам это невозможно. Богу же все возможно. Вот как раз туда и надо включать то, что Богу все возможно. Все. Я знаю, спаситель нет, только один спаситель. Один. Ну, слушай внимательно. Судей 3.9. «Тогда возопили сыны Израилевы Господу, и воздвигнул Господь спасителя сынам Израилем, который спас их Гафаниила». Да кто он для них? Спаситель. Да один спаситель. Ну, Писание говорит. Дух Святой говорит, а ты еще в ответ зачем говоришь слова, не боишься Бога. Кто он для них был? Спаситель. С маленькой буквы спас от чего-то. Дальше. Судей 3.15. «Тогда возопили сыны Израилевы Господу, и Господь воздвигнул им и спасителя Аода». Кто для них он? Спаситель. Ниеме 9.27. «И ты отдал их в руки враговых, которые теснили их, но когда в тесноте для них, в тесное для них время они воззывали к тебе, ты выслушивал их с небес и по великому милосердию твоему давал им спасителей». И они спасали их от руки враговых. Ну, сейчас прерогатива-то. Ну, Бог давал по великому милосердию твоему. Он Божьей Матери, так сказать, Богородице дал эту возможность молиться, ходатайствовать. Исайя 19.20. «И будет он знамением и свидетельством о Господе Саваофе в земле египетской, потому что они воззовут Господу по причине притеснителей. И он пошлет им спасителя и заступника и избавит их. Кто спаситель и заступник? Моисей. Моисей. Осия 13.4. «Моя Господь Бог твой от земли египетской. И ты не должен знать другого Бога, кроме меня. И нет спасителя, кроме меня». Вот здесь говорится, что в этом плане спасение как от Бога. А эти спасители от него благословенные. Авдея 1.21. «И придут спасители на гору Сион, чтобы судить гору Исава, и будет царство Господа». Спасители. Премудрость Соломона 1.14. «Ибо он создал все для бытия, и все в мире спасительно. И нет пагубного яда, нет и царства ада на земле. Нет царства ада на земле, как в аду, как в аду. Нет. И все спасительно, если ты молишься». Сирахов 39.24. «В повелениях его все его благоволение, и никто не может умолить спасительность их». Пожалуйста, в повелениях его все спасительное. Анастасия пишет, Ривка, Ревекка, «Спаси Христос». Вот интересно, решение еврейского вопроса Гитлер занимался. Какое уничтожить их? Уничтожить это иродовое племя, что они делают? Так он понимал, в Майкамке говорит. «А вот это он не считал, Иудивь, 10-19. И дивились красоте ее еврейки, а из-за нее дивились сынам Израиля. И говорили каждому ближнему своему, кто пренебрежет таким народам, которые имеют таких жен у себя, неблагоразумно оставить из них одного мужа, потому что оставшиеся будут в состоянии перехитрить всю землю. Даже один еврей останется, перехитрит всю землю. А они это понимали, а сегодня это не понимают. Я вчера подвел итог немного. Вот появились у меня сразу помощники. Два Сергея, два Андрея. И что получается? Библию по файлам уже ставим. 156 файлов. Святой Анна Златоуст полностью разбиты. 1262 файла. Житие святых пока неопределено, но набирается. Будет несколько сот. Архипелаг ГУЛАГ 76 файлов. Добротолюбие 5 книг. 230 файлов. Григорий Дещенко о вере. 112 файлов. О надежде 88. О любви 79. О душе 128. Итого 407 файлов Григория Дещенко. Открытым оком 33 тома. То есть 33 файла. Дальше. Слава Божия, неотуз. Кристину Православию. Церковь. Стихи Церковь Свобода Тюрьма. И 4 тома в стихах. Симфония на жития святых. Симфония на неканонические книги. Слушай внимательно. Раз, два, три, четыре, пять. Пять и четыре, девять. Вот здесь только девять. Отец Арсений три. А вакуум три. Каноны три. Феодорит Кирский восемь. Светник семь. Апокалипсис толкования одиннадцать. Игнатий Бринчин в восемь. Это восемь файлов. Они тут по два с лишним часа. Каждый. И Фрем Сирин семь файлов. И Анкронштадтский четырнадцать. Дальше. Вот сколько есть. И это еще давно не все. Далеко не все. Сейчас еще там навыставляли. Мне надо просто зайти и посмотреть. Вот. Где это известно? Ну, сейчас я покажу. Попутно. А попутно вот я возьму. Сейчас смотри. Из беседы. Архив сто двадцать пятый. Беседа с Александром Менем. Два. Беседы с Александром Пивоваровым. Это что-то значит. Беседа с Дмитрием Дудко. Беседы, беседы, беседы. Два размышления. Беседы с фастом. Отцом Геннадием. Занятия по изучению Святой Библии. Ну, то есть, вот так. Это все помогли раскубарить. Оно лежало мертвым гузом. Так, а еще лежало. Ну, лежало. Некому было ставить. Ну, просто никак. А теперь вот оно все. Так вот. И ту. Иритиката надо будет закачать. Вот ты заходил один. Ну, вот теперь. Мы посмотрим. Еще на этом закончилось. Нет. Роман Малыш. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Посмотрел я видео, которые вы мне скинули. Было бы, конечно, удивительно, если бы по телевидению, которое находится в руках слуг Антихриста. Телевидение все в руках Антихриста. Ну, откуда-то узнал-то. У нас сестра там работала. Вот как это все, эта штамповка такая просто дубовая. Показали фильм о чипах и призвали людей не брать, что это мог печать Антихриста. Да никогда на не было чип печать Антихриста. С чего вы взяли-то? Антихриста нету. Ну, безумие просто. О чем написано в откровении Иоанна Богослова. Про чипы написано у Иоанна Богослова. Ну, нет ни слова. Выдумка это. Это просто на молитве нет просвещения. Нет благодати и разумения. И через этот чип будут оказывать влияние на человека. Подавлять его волю. Более того, управлять им как кибернетический механизм. Ну, тут уж дурни нас сверхфонтанирует. Никто не знает, что в человеке, кроме духа человеческого. И никто не отлучит от любви Божией. Ни настоящей, ни будущей. То есть, писания не знают. То есть, на них кто-то управляет. И поэтому вот так уйдет. Я хочу этим людям напомнить. Вы бьетесь против паспорта. Помните, когда в собачьем сердце Михаила Булгакова сидит полиграф-полиграфович Шариков. А в это время там одна разгадывает все. И он, что меня ожидает? Она говорит, ожидает великие перемены. То есть, снова в собаку превратишься. Так, смотрите. Иначе без мозга собак превратитесь. И кто примет это начертание, какое это? Какое? Ты придумал начертание-то сам? Его нет этого начертания? Того Господь не простит. Уже за Бога решает. Но он будет пить вино ярости, приготовленного в чаши гнева Господня. Да старобряться-то о тебе так понимают. О всех неканьянах. Чего вы надмиваетесь-то? Крохотные, малепусенькие знания, ну, прямо вот с ума сходят. Ну, старобряться-то с тобой, говорит, на одном поле не сядут в траву. Это все равно, что представить, как змей говорит Еве, не умрете, но Адам будет пахать землю, сеять и издемогать труда, чтобы прокормить и тебя, и себя, в поте лица своего, а ты будешь вынашивать в скорбях и рожать в муках детей своих, и все это будет происходить вне рая. Ну, сатана, зачем это будет говорить, когда Бог сказал это все? Это Бог сказал. Скорби, рождать, влечение к мужу. Представьте, Ева пошла и рассказала Адаму, что ей повидал змей. Думаю, он-то позаботился бы найти материал и обнести злосчастное дерево познания добра и зла, как минимум пятиметровым забором, глухим, дабы не только не вкусить, но и не смотреть на него. Но змей сказал, будете яко боги. Яко. После уже вкушения и познания добра и зла Ева ответила, змей перестил меня. Это все к паспорту применяют, к чипам. А чип там видно, как специалисты вставляют себе, сами уже не надо никаких. И это относят куда-то. Ну, нехорошо делают, это он делает. Паспорт нельзя иметь. Скольких людей на муки пустили, пенсии лишили. Я лично знаю только. Авель, там, Семенов, обольститель. Вот оно как было. И Господь Иисус Христос предупреждает. Берегитесь, чтобы кто не престил вас. И в другом месте. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба. Когда создавалась ООН после Второй мировой, главная причина ее создания – это мир и безопасность во всем мире. Но, как показала история, ООН ставила свою резолюцию под беспределом НАТО. Вот в чем прелесть. Беспределом. Тут надо букву «С» ставить, бояться, как бы небес не был. В сумасшедшем доме женщин-то нет, женятся на валенке. Ну и что? Как удобно и безопасно не носить документы в карманах, которые бывают дырявыми в сумочках, которые воруют. Если вы пропадете, вас из-под земли достанут. Безопасно, правда, и дети, защипированные под присмотром. Посмотрели, мама на монитор. Ага, мой сыночек во дворе гуляет, я спокойно. Ну, чем не мир и безопасность? Но кто за этим стоит? Губитель душ человеческих за этим стоит. А этот-то откуда взяли? За паспортами, то другое. Вас перенесут большие испытания. Нагряну где без паспортов-то? И дальше вы будете нести такое иго, что врагов не пожелаешь. Но кто за этим стоит? Государство не будет же по вашим меркам жить. Губитель душ человеческих за этим стоит. За паспортами. Вы бы, дорогой мой дедушка. Второй раз уже я дедушка стал ему. Посмотрели серию фильма психотерроров. Если ему 40 лет, я ему никак в дедушке не гожусь. Да с молитвой через сердце пропустили, чтобы я пропустил. Он у меня ущит. Так и доказательства ученых. Только не тех, которые показывают зомбоящих. То есть не тех, которые они избивают. Да какие они там? Катасоновы все эти. Ученые, которым угрожали, но они не испугались, а отдали свои жизни за нас с вами. Рассказывая людям, какую опасность себя несет психотронное оружие. Их около 40 уже убили. Кого, где. Там и свидетельства людей, подверженных психотеррору. И другие реалии нашей жизни. Вот именно реалии. То есть ничего божественного нет в этих словах. Как может верующий человек верить телевизору? Никак не пойму. Ну телевизор-то ни одно и то же передает. Там выступают и верующие, и богослужения идут. Да поможет вам Господь вникнуть в суть. Помните, вы несете ответственность за тех, кого тащите за собой. Я кого-то тащу за собой. То есть ему один ролик показал, тащу за собой. Вам люди верят. Господь вам доверил общину. Не спешите с выводами. Все еще можно исправить. То есть учит, учит. То есть для меня уже учитель нашелся еще один. Ничего нету. Ну создать сайт себе там, закачать какие там ролики. Ну ничего же нету-то. И понимаете, нету ничего. Я говорю, что-то не знаю, куда делись. Ну вот я пишу. Фроликов Роман. Игнатий Тихонович, у меня такое положение. Священник считает, что я лишнего говорю в воскресной школе и в раздевалке храма, когда общаюсь с прихожанами. Он говорит, что это все школа, раздевалка и здание храма. Храмы, потому там разговаривать не надо, а надо молиться. Хотя другим людям священник таких замещаний не делает. Несмотря на то, что общаются они далеко не о слове Божьем и не о толковании святых отцов в церкви, к изучению которых я призываю прихожан и священника. Ну почему именно там, где не разрешают, это непонятно. Так, этот священник теперь не считает разрешительную молитву надо мною, когда я каюсь Богу, хвала ему, перед этим священником. Потому что я не каюсь в разговорах с прихожанами в храме, не каюсь в якобы досаждении мной прихожанам разговорами, досаждающей священнику. Игнатий Тихонович, мне считать, что Бог благодаря нему не принял мое покаяние в таком случае? Я отвечаю, если бы тут был в разговоре ваш священник и ответил бы на эти же самые вопросы, тогда было бы беспристрастное к главным в ответе моем. Но я тебе верю, что так все и есть. Мы у нас, потеряевки, стараемся не разговаривать, не только за стенами места, где молимся, не в храме, даже и не в раздевалке, но когда выйдут во двор, но и там молчать. А может говорить только священник, это наше желание на том и держаться. И сразу же люди выходят за ограду, и там будет собрание, и беседа, и любой может высказаться. Чтобы выйти за ограду, нужно не более шести минут. В городе же мы не разговариваем только до порога в самом храме, где молились. Вышел за порог в коридор, а за стенкой у нас трапезная. Там идут собрания и занятия, говорит, каждый свободно. Вы можете взять для себя слово священника за конечное решение. Там он хозяин. И когда люди выходят за ограду, там останавливайтесь и там беседуйте. Здесь уж он уже не властен. Если вы так примете, то ничего не потеряете. А у священника попроси прощения. И больше не нарушай порядок, за который в здании именно священник и отвечает. И тогда он разрешит вас от грехов. А Роман отвечает. Спаси Христос вас и ваших близких, Игнатий Тихонович. Ваш ответ мне очень-очень помог. Я так и думал иногда, но высокоумие мое, которое есть гордость, гордыня, не позволяли мне сказать себе прямо, как вы сказали. И опять пишет. Игнатий Тихонович, мир вам. Священник сказал, что разрешительную молитву просчитает, если я месяц не буду разговаривать в храме, и на меня не будет жалоб. Удивительный священник-то, гляжу. К слову, жалоб священнику на меня не было. Последние 2-3 месяца, как минимум. У меня вопрос. Можно ли в храме молиться вслух своими словами? Вот представьте себе это состояние в православном храме. Стоит там один другой и молится вслух. Дело в том, что задолго до богослужения, и после богослужения священник находится в алтаре. В это время я могу вслух молиться о нем, в том числе. А он услышит, что я прошу Бога, слава ему, помиловать священника-то. И вразумить его, исполнять заповеди о всеобщем благовестии и так далее. Так ты помолись о том, чтобы тебе молчать. Спаси Христос вас, Игнатий Тихонович, и ваших общинников. Я отвечаю. Ты, Роман, делаешь то, что несовместимо с здравым разумом. Не делай ничего подобного. Не юродствуй столь вызывающе. Ваш батюшка и в этом случае прав. Молись, чтобы окончательно не свихнуться и не окончить жизнь в месте насилия. Про себя молись и не мельтешись без толку перед людьми. Стой тихо в уголке и со слезами молись. Если бы ты у нас в храме бесчинствовал, да мы тебя вас выпроводили в кочегарку. Роман. Спаси Христос вас, Игнатий Тихонович. Мне очень дороги ваши ответы. Они мирят меня с людьми. Вот так. Юрий Соболев. Откровение 21.8. Боязливый же участь в озере горящим огнем и серый. Это Надя на племяннице была. И главная радость старообрядцев тянуть. А-а-а-а. В среду начнет, а в четверг вечером кончит. Отличный ролик с Йоваром. Заходит одна Рабани. Подписывается. Я знаю, кто это. Мусульманка. Очень близкая мне. Мира вам, отец Игнатий. Спасибо вам за разъяснение десятины. Это, конечно, очень важно для верующих. Вы прекрасный человек. Долгия вам лета. Учитель наш. И вчера уже я лег спать. И кто из подкаблучника? Почему он вреднее самой смерти разовой? 4 января 2017 года вот здесь. Этим день закончился. Ну и показать нужно наши ресурсы. Первое, самое любимое мной. Мой мир. Вот мой мир. Вот это в окошко видно. Вот племянница приходила. Ну, тут сейчас сверху уже другие. Перенесенные были. Сейчас посмотрю, сколько. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Все зашло. И одиннадцать. Все. Вот как Господь сделал-то. Вот все ушло. Ушло. И поэтому надо тут эти убрать. Которые. Перенос полностью. Никуда ничего не делось. Ну и наш форум. Тысяча шестьсот тем. Вот сейчас посмотреть можно. Зелененькую ткнуть. Какая посещаемость была вчера. Триста шестьдесят три. На сто больше, чем в предыдущий день. А сегодня уже на восемнадцать. День-то только начался. Так что, может быть, еще тут кого-то Господь пошлет. Ну и наш видеоканал. Вот он, наш видеоканал. Я сейчас обновлю. Посмотрю, что тут было. Вот смотрите. Поставил ролик этот. Ну, нарочничный прямо. Так. Кто есть под каблучник? За один час сто семьдесят шесть просмотров. Сто семьдесят шесть. Слышишь? Сто семьдесят шесть. Вот тут что-то кто заходит. Вот. Что-то тут пишет о тракторе. Что тут пишет? Кто-то зашел. Вот интересно. Надо или не надо его тут держать? Если честно, смотреть больно. Очень непрофессионально. А что если в болоте без помощи трактора? Ну, так. Какие мы есть, такие есть. Ничего. Непрофессионально, но работа была сделана. Профессионалы сидят дома, ничего не делают. И во свете Библии. Тут главное проповедь. Вот это все здесь есть. Ну, считаю, что на сегодня хватит. Благословен Господь. Вот. 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 Продолжение следует...